В эфире программа «Секреты экономики» и мы с вами пытаемся разобраться в финансовых терминах и понятиях и пробуем как-то это приобщить к нашему материальному благосостоянию. Нам в этом помогает ведущий аналитик инвестиционного департамента компании «Альпари» Леонид Матвеев. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. Леонид Матвеев – аналитик, ведущий эксперт инвестиционного департамента «Альпари». Окончил экономический факультет Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии по специальности экономика и управления. Автор аналитических обзоров фондового и валютного рынков, публикуемых ведущими деловыми СМИ СНГ. Признанный практик за время работы в отрасли сформировал собственную систему торговли, объединяющую в себе многие элементы технического и фундаментального анализа. Леонид, хотелось бы сегодня с вами проговорить определенные классические инструменты, которыми располагает трейдер. И вот спрошу вас прямо, что это такое? Какими инструментами должен руководствоваться я, вступая в такое поле трейдинга, будем говорить? Ну давайте начнем с того, что прежде всего нужно обладать знаниями для того, чтобы извлекать прибыль с финансовых рынков. То есть наверняка нужно пройти какое-то обучение. Вот наша компания предоставляет это обучение. Можно прочесть материал, можно выработать свою собственную стратегию и попробовать ее применить на практике. Можно сначала на виртуальных деньгах, а потом в дальнейшем с небольшой суммы идти по нарастающей. То есть это путь трейдера, который может изменить вообще всю вашу жизнь. Ну для того, чтобы привести какой-то конкретный пример, да, то есть есть в нашей компании управляющая. Вот один за последнюю сделку, которая была буквально на той неделе, один из наших управляющих заработал только в качестве вознаграждения с средств инвесторов более 32 тысяч евро. То есть это буквально заработок за один день. То есть, по сути, если я правильно понимаю, средствами также может управлять и профессиональный управляющий. И это тоже будет приносить прибыль не только управляющим, но и мне как инвестору. Правильно? И так? Совершенно верно. Здесь можно выступать с двух точек зрения. То есть вы можете обучиться трейдингу, начать самостоятельно торговать и можете привлекать инвестиции. За счет средств инвесторов вы также можете получать прибыль. Это позиция управляющего. Также есть возможность участвовать в качестве инвестора. То есть это два параллельных направления. Но все будет зависеть от опыта торговли на рынках. Я правильно понимаю? Вы знаете, можно сколько угодно много читать книги, можно сколько угодно много вырабатывать новые какие-то стратегии. Я думаю, что нужно придерживаться своей точки зрения, иметь свое видение на рынок. Именно благодаря этому извлекать какую-то максимальную пользу с этих самых рынков. Если у вас свое видение, свое стратегие, свое понимание того, как действуют трейдеры на рынках, за счет этого вы можете стать уникумом и применить свои навыки на практике. Заработать на изменении валютных курсов, на изменении других активов и, естественно, на этом обогатиться. Хорошо, тогда следующий вопрос. Имея определенные знания уже, имея определенные навыки, все-таки как можно это все воплотить в жизнь для того, чтобы иметь прибыль со своих знаний? Во-первых, можно заработать это на собственном торговом счете. Во-вторых, можно воспользоваться сервисом, который в нашей компании, это называется PAM-сервис, который привлечет инвестиции сторонних инвесторов. И вы сможете также заработать как на свои, так и на их средства. Также есть возможность, если у вас есть собственное представление, к примеру, что сейчас, к примеру, энергетическая отрасль больше будет расти, нежели какие-нибудь фондовые индексы. Вы можете использовать инвестиции в фонды, то есть выбрать одно из этих направлений, то есть вам будет представлен полный перечень, и вы можете выбрать одно из них. За счет этого вы заработаете больше, чем остальные. Также есть возможность использовать такие инструменты, как структурированные продукты. Это продукты, которые позволяют защитить свой капитал. То есть если у вас есть представление, к примеру, что акции Facebook, или акции Apple, или Google вырастут в какой-то ближайшей перспективе, или наоборот упадут, и вы делаете на это ставку, вы можете заработать, при этом защищая все свои инвестиции до 100%. То есть даже если ваш прогноз не оправдывается, вы можете использовать этот способ инвестирования. Хорошо, Леонид, у меня еще такой вопрос. Мне, как начинающему трейдеру, как грамотно и правильно проинвестировать свои средства, если у меня их, допустим, немного, около 1000 долларов, как это сделать так, чтобы не потерять? То есть прежде всего нужно выбрать тех управляющих, здесь в Корее речь идет про инвестиции в ПАМ-счета, выбрать тех управляющих, которые торгуют не агрессивно, у которых незначительные просадки по торговому счету, которые получают прибыли за счет своих инвестиций, но при этом не готовы как-то значительно рисковать. Нужно распределить между этими управляющими, выбрать 5 или 10 успешных управляющих. Остальные средства можно инвестировать, ну вот сейчас, я думаю, что наиболее подходящее время для того, чтобы инвестировать в золото, потому что есть ряд причин, по которым золото в настоящий момент будет пользоваться большей популярностью, потому что риски мировой экономики сейчас, к сожалению, возрастают. Распределить эту часть в инвестиционные фонды, ориентирующиеся на рост золота. Я думаю, что сейчас это будет самой правильной позиции. Хорошо, ну спасибо за все это, я думаю, что наши зрители к нему прислушаются. Ну а конкретнее поговорить о том, все-таки, как правильно держать себя на рынке и какими качествами характера должен владеть начинающий трендер, об этом мы поговорим уже в следующей программе. Так что обязательно не пропустите, будет интересно.